Так, начинаем пресс-конференцию нашу. Пресс-конференция посвящена проекту «Сыла едности». На сегодня спикера Ирина Фоменко, Малаправление фонопрофессийный розвиток Харькова, Мария Баджинская, бизнес-тренер, управляющая персоналом, Алена Агимова, координатору надежной деятельности, Инесса Блочко, психолог-тренер. Два слова скажу о проекте, потом передам слово. Проект «Сыла едности» стартовал в Харькове в среде социализации и интеграции вынужденных переселенцев, перемещенных лиц в Харьковскую территориальную громаду. Пожалуйста, Ирина Фоменко подробнее расскажет о проекте. Спасибо. Здравствуйте. Я хочу пару слов сказать о нашей организации. Фонд профессионального развития Харькова работает в Харькове уже 3 года. Мы профессионально занимаемся помощью социально уязвимым слоям населения в трудоустройстве. За 3 года услугами нашей организации, нашего проекта воспользовалось около 2000 человек. За это время 1340 человек трудоустроены. Это очень высокий процент, это хорошие результаты, которыми мы гордимся. И полтора года назад, когда в Харькове появились переселенцы, конечно же, имея наш опыт в трудоустройстве, мы не могли остаться в стороне от этой проблемы, и мы запустили отдельное направление, отдельный проект для помощи экстренном трудоустройстве именно переселенцам. Почти тысяча человек за это время к нам обратилось, и 46% из них трудоустроены. Конечно же, работа – это одна из первоочередных, но, к сожалению, не единственная потребность людей, приехавших в Харьков. И мы таким образом невольно или вольно стали помогать людям и в решении других проблем. Кроме основной работы мы занимаемся и волонтерством, мы в Минцине работаем много волонтерских акций, в городском масштабе, локального, то есть помощь одной семье может быть, либо собираем констовары для степи, переселенцев в очень большом количестве, разного места, разного номерации. И, помогая переселенцам, мы поняли, что, конечно же, от той работы невозможно храничиться, и проблема интеграции сейчас стала очень актуальна для многих из переселенцев, и для Харьковчан это также является зачастую проблемой. Поэтому сегодня мы презентуем новый проект, новое направление нашей деятельности, о котором расскажет поправдивная коллега Марина Мадыжинская. Спасибо всем. Доброго дня, шановные. И сегодня я хочу презентовать вам проект «Сила Євності», который наша организация «Подпросительный городок Харькова» начинается с обороны Харькова. Почему именно в Харькове? Ни для кого не секрет, что Харьков есть наибольший районный дом, который объявляет большую культуру на территории Донецка и для Мадыжинских областей. Конечно, это замовлено желанием людей приселиться в наибольший регион, который близок за маналитетом. В ближчий регион из развития инфраструктуры, и именно поэтому на территории Харькова и Харьковской области сосредоточена большая культура врушений наибольших областей. Я уже окрила Ирина. Мы помогаем людям только в работе в облаштовании. Округие люди, округие семьи поддерживали нас в облаштовании и в облаштовании детей до детских садочек и бабушек. Мы собирали какие-то полезные вещи, из которых было бы извинивание людей на первых этапах, когда они приехали до Харькова. Но уже працючи больше года и с переселенцем, мы понимаем, что все больше людей вважают остаться в Харькове за постоянное проживание. Если год или два года все говорят, что они хотят вернуться домой, то теперь все больше людей планируют развивать свое жизнь сам в Харькове. Плануют остаться в Харькове. Это потребует додатковых усилий с боку Курківьян, чтобы эти люди чувствовали себя уверены и не чувствовали себя чужими в этом месте. Интеграция, социализация, асимиляция, это можно назвать как угодно. Но сенс в том, что эти люди, такие же граждане Украины, как и все другие, и Харьков должен стать для них родной домикой, потому что значительных людей втратили свои домики, втратили свое житло, втратили свое майно и пытаются восстановить нормальное существование саме в Харькове. Они встречаются с деякими проблемами, с упередженым ставлением, с подозрами, как с бокроведакцией, так и с людей, которые они арендуют житло. Саме с бютою подавания этих барьеров, которые преимуществуют нормальному существованию в Реселенте в Харькове, мы иниціювали такой проект «Силогенность». Ци проекты реализуются за поддержкой программы «Розвиткового в Украине» в межах проекта, чтобы реализовать социальные и экономические потребности, вимушениях, в Украине и в Японии. В чём будет полягать суть этого проекта? В листопаде 2015 года, по люте 2016 года планируется несколько заходов, нацепленных на интеграцию вимушенных промышленных населениях до Харьковской месцевой громады. Значным масштабным заходом, который будет отмечен старт этого проекта, будет семейный интеграционный табер для семей, как и я, и с ним, и с ним, мы видим все к нам. Не лишь початить, но и взять участь в них ц stora событиях, нацепленных на те, чтобы люди подружились, чтобы люди коронули себя, чтобы люди не только Продолжение следует... 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 То есть это открыто для всеобщего доступа. Сегодняшняя пресс-конференция – это также наш способ пригласить людей к участию в нашем проекте. Можно присоединиться к участию прямо сейчас, и станет никого, когда в следующие выходные. Можно подключиться на любом этапе. Можно остаться учеником проекта на все эти несколько месяцев и продолжать дальше, мы надеемся, уйдет в какую-то деятельность. Можно просто посетить какое-то одно мероприятие, запланированное в нашем проекте, получая чемпионатами. Узнается в этом. Инна Собачко, психолог, я так понимаю, вы будете отвечать за психологическую работу. Скажите, я вам могу сказать. Слава, я думаю, что наш фонд любого вас предпочитает самым рисунком в случае выковали детей. Созначально еще люди, что их в нашей регионе это больше, чем в нашей регионе. И в этой регионе они находятся в своем мертвовании. Им важно понимать, как выровать детей, когда это не только граждане, а и эмоции, и желание что сделать, и так же не так, Это было удивительно в таких условиях, когда они живут в своих целях. Поэтому эта негативная программа надеялась на то, чтобы рассказать людям, раскрыть возможности, чтобы они не осуществляли, что они не самовыщие, что мы готовы быть рядом, и мы уже есть рядом. Палата работает на то, чтобы поддерживать и помогать матерям, бабушкам, и семьям скоординовать таким образом, что они начали поддерживать один из одного. Самое самое главное, что сегодня мы сможем помогать, это поддерживать один из одного. И мы проводим тренировки, и в этом проекте будет решение на решение семельных конфликт, на выхождение детей, на семейные конструкции и поддерживать инфекция. Сейчас мы уже в самом главе. У нас уже несколько программ, и мы уже начнем. В нашей стране и людях, которые живут в Ухвайкове, и таким образом, люди понимают, что проблемы нас объединяют абсолютно одинаково. Нема разных проблем. Уси мы, только что поездили до Пельгинского региона, и все люди проживали всегда на Пельгинском регионе. Поэтому мы носим эти ценности до всех наших подопечных, до всех, которые приходят в наши программы. И поддерживать инфекция, нам будет важнее сказать, что мы существуем, и мы не можем, что мы не успеем, и мы не можем. Мы не можем. Мы желаем, что мы не можем. А у лагерей это 120 человек или 47? 47, да? 47, да.